Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. Время событий на радио 50 параллель. Самые свежие новости и комментарии. В обвинительном акте отмечается, что городской голова умышленно использовал служебное положение в интересах третьих лиц. Общество с ограниченной ответственностью Луганское энергетическое объединение и общество с ограниченной ответственностью Марк Хим. Досудебным расследованием было установлено, что в 2012 году Валентин Казаков, злоупотребляя своим служебным положением, организовал выделение бюджетных средств на реконструкцию электросетей частного детского сада, который по сути принадлежит семье мэра, а именно его жене. Чтобы скрыть незаконные перечисления средств, Валентин Казаков в 2013 году пошел на подделку официального документа, указанного решения сессии от 2010 года. В Луганской области значительное количество актов о нарушениях правил потребления электроэнергии составляется на потребителей, которые получают субсидию. Об этом свидетельствуют данные Луганского энергетического объединения за ноябрь 2016 года, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. У рубежанского РЭСа в каждом третьем акте о нарушении вышеуказанных правил фигурируют именно такие потребители. Нарушителей не останавливает даже тот факт, что благодаря субсидии они в этом году имеют значительную переплату на своих личных счетах. Некоторые граждане пытаются скрыть реальные свидетельства своего потребления, а то и вовсе занимаются хищением электроэнергии. В случае с рубежным цифры говорят сами за себя. В ноябре государство выделило рубежанам, которые получают субсидии на электроэнергию, помощь более 2 миллионов гривен. При том, что всеми бытовыми потребителями города рубежное в ноябре использована электроэнергия на сумму более 3 миллионов гривен. Заместитель мэра Северодонецка Сергей Зарецкий сообщил на своей странице в Фейсбуке, что от его имени в отдел образования было направлено письмо, в котором шла речь о взымании денежных средств с родителей школьников, пишет сайт 06452. Запретить принудительный сбор средств с родителей учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных и внешкольных учебных заведений. Использование финансовых поступлений, запрещенных законодательством для обеспечения расходов по текущему ремонту и содержанию общеобразовательных и дошкольных учебных заведений. Таков главный смысл документа, который я отправил на имя отдела образования 5 декабря. Без родительских денег школы не пропадут. Все потребности будут учтены в проекте бюджета на 2017 год. Могу с уверенностью сказать, что этот шаг первый, но далеко не последний в долгой дороге к построению новой справедливой Украины, отметил чиновник. Управление труда и социальной защиты населения нуждалось в дополнительном оборудовании в связи с увеличением объемов работы. Значительно возросло количество обращений вынужденных переселенцев, обращений по назначению субсидий и различных видов соцпомощи, сообщает издание «Первая полоса». Это самое большое единоразовое поступление оргтехники за все время существования управления труда и социальной защиты населения в Севердонецке, отметил заместитель городского головы Андрей Гавриленко. Учреждение получило 45 мониторов, 47 системных блоков, 50 клавиатур, 2 ноутбука и другое оборудование. Эта оргтехника будет применяться во всех направлениях работы – и при расчете субсидий, и при оформлении всех видов социальной помощи, и при работе с переселенцами, сообщил Андрей Гавриленко. Это были все новости на сегодня, а мы продолжаем следить за событиями региона. Встретимся завтра ровно в полдень на радио 49-я «Параллель». Продолжение следует...